Василий Сергеевич, здравствуйте. А текущая эпидемиологическая ситуация в нашей республике? Ситуация у нас достаточно напряженная. За последние сутки 84 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксированы по республике. Из них 70 по городу Якутску. По 3 в Нервингре и в Мирном. Есть случаи по 2 в Намском, Татинском. Ну и в ряде нескольких районах по единичные случаи. К сожалению, еще раз говорю, вот та тенденция, которая у нас четко сформировалась за эту неделю, она сейчас очень четко видна. У нас город Якутск стабилизировался на достаточно высоком уровне заболеваемости, где-то порядка 70 случаев в день. При этом у нас болезнь достаточно широко распространилась по районам республики. И за последнюю неделю там от 25 случаев до 14 случаев коронавирусной инфекции по районам. При этом мы видим, что, к сожалению, в ряде районов, там, где должны действовать ограничительные меры по полной самоизоляции, со стороны контролирующих органов, со стороны оперативных штабов ослабла работа по их соблюдению. Поэтому вот сегодня я провел видеоконференцию со всеми главами городских округов и муниципальных районов республики, где я поставил задачу максимально все-таки работу активизировать в этом направлении. Не только по ограничительным мерам, по требованиям их исполнения, так, например, по предприятиям торговли, чем в основном все у нас и занимаются так, но в первую очередь это работа с населением. Это масочный режим, его соблюдение, это соблюдение санитарного режима. Элементарно говоря, людям надо напоминать, что руки надо все-таки мыть чаще, в особенности ситуации, когда такая коронавирусная эпидемия на территории нашей страны имеет место быть. Должен быть усилен контроль за прибывающими из других районов, в первую очередь из города Якутска, на сельские территории, потому что, к сожалению, случаев заражения как раз в сельских наших территориях от людей, приехавших на каникулы, в отпуска, к сожалению, много. В одном только мере на Кангаласском районе у нас таких 11 случаев. Конечно, поэтому меры эти все будут и дальше отрабатываться по всем районам республики, для того, чтобы на следующей неделе, которая у нас будет очень насыщенная, у нас 4 выходных дня, все-таки ситуация была взята под контроль. Это и ограничение проведения различных массовых мероприятий. И, к сожалению, и мне сообщает, и оперативный штаб имеет информацию, что во многих муниципальных образованиях, начиная от города Якутска, заканчивая уже, опять же, сельскими нашими территориями, проводятся юбилеи, проводятся различные корпоративные мероприятия, проводятся свадьбы. И в результате этого даже попадание одного заболевшего на такое мероприятие, к сожалению, приводит к тому, что по результатам до 20-30, а то и 40 человек оказываются в конечном итоге зараженными коронавирусной инфекцией. Такие случаи у нас есть уже в нескольких районах республики и в городе Якутске. Поэтому людям тоже надо задуматься, стоит ли проводить такие мероприятия вот сейчас именно, когда такая тяжелая, на самом деле, непростая ситуация именно по коронавирусной инфекции у нас в Якутии, и подвергать угрозе жизни и здоровья не только себя, но и своих родных и близких, других людей. В целом, хочу сказать, что у нас хорошо работает система здравоохранения все эти месяцы. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить медиков с наступающим Днём Медика, который будет отмечаться завтра. У нас число выздоровевших людей порядка 67%. Это один из лучших показателей в нашей стране, что вот особо отметили руководители здравоохранения нашей страны на недавней видеоконференции с субъектами Российской Федерации. Уверен, что такая же работа будет и дальше продолжаться, но нам, гражданам республики, надо нашим медикам помочь. А наша помощь может заключаться только в строгом соблюдении всех ограничительных мер и санитарно-эпидемиологических мер. Также, пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех с наступающим праздником ИСЭХА и пожелать, чтобы светлая энергия этого праздника принесла всем нам мир, здоровье, благословение. Спасибо.